Друзья, всем привет! Сейчас вечер, ночью уже, ночью, с 15-12 ночи, четверг. Я пью лекарства. У меня тут в чашке лекарства. Володька уже спит. До мира нарушен режим, потому что тоже принимает лекарства. Долгое время тянула в сон, много спал, теперь наоборот, поздно ложится из-за того, что много проспал, много проотдыхал на лекарствах из-за болезни. Вот, он тоже болеет. Вот, я сейчас пью вот эту штуку, тарахну. Вот. Лично мне раньше помогало оно, когда только какие-то признаки простуды есть. Вот, мне оно очень хорошо помогало, чтобы за день-два чухаться. Я выпивала где-то 4-5 пакетиков или там 2-3 пакетика, в зависимости от того, насколько тяжела ситуация в течение пары дней. И всё, я уже снова на ногах. Вот. Сейчас, конечно, это не помогает, но тем не менее, голос ко мне вернулся. Сегодня я первый день нормально разговариваю. Вчера у меня были такие ощущения, что мне просто в горло колят ножом, вот. Вот так вот. Я заболела в понедельник, вот. В понедельник у меня к вечеру пропал голос, и я переписывалась с семьёй. То на листке бумаги писала фломастером, то просто печатала в заметках в телефоне, то на голографической доске писала. Во вторник вечера мне мама посоветовала вот эту штуку, грамидин. Это написано «Лечит больное горло», грамидин, неосанэстетиком. 18 таблеток для рассасывания. Вот. Оно подходит и детям. Есть детский грамидин, есть грамидин в сиропе. И вы знаете, эти таблетки для рассасывания мне в среду утром уже вернули голос, но не полностью. Не полностью я ещё ощущала очень сильную боль в горле. Вот. Я могла то шептать очень-очень-очень тихо, вот. То это самое. Я уже более-менее потихонечку начала разговаривать по чуть-чуть. Вот. И сегодня я целый день, в принципе, разговаривать могу. Я принимаю другие лекарства, вот, но они уже были прописаны врачом, поэтому, как бы, лекарства по рецепту я уже не буду, как бы, говорить, там. Вот. У каждого всё индивидуально. Из-за лекарств я чувствую себя ужасно. У меня очень сильно кружится голова, мне тяжело дышать, у меня температура целыми днями, я сбиваю температуру. Но, слава богу, вернулся голос. Я за эти полтора дня, вот, я уже напечаталась, вот, за вечер, понедельника, за целый день, вторника, за утро среды, вот, такое раннее утро, да. Я уже устала просто печатать, вот. Плюс у меня эти очки немного давят, вот, и мне приходилось всё время их надевать. Я без очков не вижу ничего, я не могу напечатать текст без очков. Вот. Мне приходилось их всё время надевать, держать их возле подушки, потому что я очень много отдыхала, много спала. И когда просыпалась, там, например, или ребёнок разбудит, вот, там, кушать, что-то сказать, хочет мне, там, неважно, что-то ему надо, я вставала, одевала очки, они у меня возле подушки всё время лежали, вот, и печатала ему ответ на его вопросы. Вот так вот, я устала уже печатать за эти два дня, поэтому чувствую себя как в вакууме, заложенный нос и уши, и глаза, если как-то всё неясно вижу, такая рассеянная, голова очень сильно болит, постоянно температура, температура спадает, я начинаю очень сильно потеть, я вся мокрющая хожу. Ой, боже, это кошмар, пришли к педиатру, она говорит, и мама тоже заболела, я говорю, нам климат, говорю, не подходит, мы, говорю, по очереди болеем, то, говорю, на пару, то, говорю, по очереди болеем, вот, она посоветовала нам, говорит, ну, партизанский, говорит, получше климат, говорит, в Хабаровске, так-то посуше немножко, да, не такой влажный, говорит, может, вам туда переехать, вот. Я говорю, мы думаем, говорю, насчёт переезда, вот, тут нам оставаться или переезжать, мы пока думаем, потому что первое время, как бы были мысли, может, ребёнок болеет, потому что в школу ходит, в детский сад не ходил, обычно дети в детском саду, когда только начинают ходить, начинают сильно болеть, а он не ходил в детский сад, говорю, были такие мысли, сейчас всё-таки склоняемся, и педиатр склоняется к тому, что не подходит климат. Вот так вот, поэтому сегодня первый день, хотя бы могу разговаривать. Волода притащил огромный мешок картошки, я не знаю, видно, нет, вот этот мешок. Вот, и опять он нам принёс шишки. В этих шишках. Короче, короче, дело к ночи, вот тут три шишки, и в этих шишках находятся эти, там кедровые орешки, короче, в этих шишках. Вот, вот такие пирожульки, там мир там кашляет, чай пьёт, чай пьёт, чай пьёт, я лекарства пью, сейчас пойду его укладывать, отдыхать, лекарства выпью, с вами немножко поболтаю, скажу, как мы живём, вот. Вот, и побегу, вот. Нагладила себе там кофточек новых, Володька приносил вещи на промырку, я себе там кое-какие оставила кофточки, остальное он унёс. Вот. Вот такие пироги. Вот так вот. В горле у меня, кстати, были такие ощущения, вот, помимо вот этих ощущений, вот, у тебя кто-то ножом режет в горло, были ещё ощущения, что всё опухло там, и что как будто что-то вот так раз и сомкнулось. И я не могу, так сказать, произвести звукоизвлечение. Вот. Смотрела видео Кати Колесниковой во вторник, вот. Она там рассказывала, что такое. Господи мой, он кашляет. Я не пойму. Сядь нормально! Я только отхожу, он кашляет, я прихожу, он не кашляет. Вот, двое вечно больных. Смотрела видео ещё вот этой вот блогерки Кати Колесниковой. Ну вот серьёзно. Вот девчонка вроде интересная, но рассказывает она очень-очень уныло, как-то грустно. Я в основном вот как-то так вот грустно уныло, рассказываю, когда у меня уже кто-то спит. Я не могу так выразить эмоцию, скажем, да. Когда я себя плохо чувствую. Но когда человек постоянно находится в таком вот, такая она какая-то, флегматичная такая вот. Хотя вроде бы говорит по делу, вроде бы рассказывает интересные вещи. Ну как-то такая вот, ну думаю, это темперамент такой вот. В общем, она рассказывала о том, как она сходила привести в порядок свой маникюр за полчаса в китайском, в китайской парикмахерской и кончики она, значит, там волос подстригла. Я не знаю, там такая уже вся обколотая, отколотая чашка, моя любимая. Вот это вот с птичками. В общем, она ходила в китайскую парикмахерскую. Она живёт во Владивостоке, она переехала из... Господи, я постоянно забываю. Откуда она переехала? Ой, из Челябинска она переехала. Вот. В общем, она ходила в китайскую парикмахерскую во Владивостоке. И я была в шоке с антисанитарией. Мне, честно говоря, вот она говорит, что у неё не было выбора. Выбор есть не делать маникюр. Твой маникюр никому не нужен. Во-первых, сейчас самоизоляция. Все сидят дома. Во-вторых, ну как бы мне кажется, что пышно. Никто не праздновал Новый год там с компанией большой, там с походом в какой-то ресторан. Вот как-то так вот пышно прям. Круто никто не праздновал. Во-вторых, даже пышно круто. Опять же, кому нужен твой... Ну вот серьёзно. Например, вот я сейчас пойду куда-то что-то с кем-то отмечать. И мне, честно говоря, будет глубоко наплевать, какой маникюр у кого в компании из, так сказать, нашего женского коллектива будет. В том числе, как мне кажется, что если ты классная, вот, с тобой классно проводить время, с тобой классно общаться, ты душа компании и всё такое. Но мужчина в компании, даже если ты там замужем и не пытаешься привлечь их внимание, всё равно, вот, а даже если и пытаешься привлечь внимание, и ты не замужем, да, допустим, ты там ищешь себя вторую половинку. Мне кажется, что если ты классная, то всем всё равно плевать на твой маникюр. Маникюр – это как бы, ну, не ключевое. Не за маникюр любят девушку, не за маникюр на ней женятся, не за маникюр ей предлагают встречаться и так далее. Главное, чтобы ногти были в порядке, ногти были чистые, сделан, а маникюр, я имею в виду, как сама гигиеническая процедура, да, а не нарощенные ногти, гель, лаки и всё такое прочее. Вот, мне кажется, что в этом сама суть. Поэтому говорить, у меня не было выбора, у тебя был выбор, пойти купить себе пилки, лаки для ногтей, самые обычные, сделать дома маникюр, который может сделать, мне кажется, каждая девушка, и покрыть обычным лаком ногти. В таком случае, если тебе так хотелось маникюр, вот, нежели чем идти в салон, когда у тебя вот не было выбора, вот, особенно слышать про цены, мне вообще странно. Дёшевая сердита, ну, знаете, так же дёшевая сердита, можно что-то подхватить. Вот, она говорит, вот, я переживала, чтобы с этими ногтями ничего не случалось. Лучше ты переживай, чтобы с твоим здоровьем потом ничего не случилось. Потому что потом можно так же дёшевая сердита встретить тот же гепатит, например, вот. Это много кто мне говорит, вот, зубы же вы тоже ходите делать? Да, хожу делать зубы, да. Но последний раз я ходила к стоматологу в 2015 году, а сейчас 2021. Я не настолько часто хожу к стоматологу, насколько часто девушки ходят, например, делать маникюр. Маникюр ты ходишь делать раз в месяц, два раза в месяц в среднем, да. Тут ещё если педикюр добавляется, да, например, то к стоматологу, ну, всё равно, стоматолог это дорого. Никто не ходит к нему часто. Ну, вот давайте серьёзно. Вот всегда мы терпим до последнего, пока не разнесёт нахер щёку или пока не будут зубы отваливаться к чёртовой матери. Всё равно это дорого, и все постоянно откладывают поход к стоматологу. Ну, я ходила к стоматологу в 19 лет, я потом ходила к стоматологу, сейчас скажу, мало родился в 13-м году, мне 21 год был, да. 22 мне исполнилось в 13-м году, в 14-м 23, в 15-м 24 мне исполнилось. В 23 года я ходила в последний раз к стоматологу, то есть 19 лет, потом 23 года, а сейчас мне 29. Это если за такие вот последние мои разы. До этого, до 19 лет, я была у стоматолога в 12 лет, и до этого я была у стоматолога в 7 лет перед детским садиком. Всё, больше я никогда не ходила к стоматологу, если честно. Ну, у меня типа не стоят виниры, я там не гонюсь за белизной зубов суперкрутой, да. Понятно, что можно там рихтануть и сделать всё суперкруто, но мне типа суперкруто не надо. Всегда можно найти, как сказать, нет пределу совершенства. Всегда можно найти изъян, который можно исправлять, исправлять и исправлять. Ну, это как бы не моя история. Вот, показала Катя цены в магазинах. Мне странно, что она показывает Fresh 25 и постоянно их хвалит. Если брать Владивосток, то я бы сказала, по моему мнению, Fresh 25 это самый дорогой магазин. Вот, Рэйми там чуть подешевле цены, да, это даже и по находке можно взять тогда. Вот, Самбари ещё дешевле. Самбари самый дешёвый, мне кажется, магазин в это самое. Если брать находку и брать Владивосток. Если брать Владивосток, то, например, многие позиции можно найти даже в том же, господи, в фикс-прайсе. В фикс-прайсе можно многие позиции найти ещё дешевле, чем в Самбари. Вот, но Fresh 25 магазин дорогой. Я бы даже сказала, неоправданно дорогой. Вот. Очень интересно было слушать, как она говорила, опять же, тут про акценты. Мне кажется, дело не в том, что там кто-то там деревенщина, ещё что-то. Дело, мне кажется, в акцентах. Просто мне часто пишут гадости там по поводу того, как я произношу какие-то слова. И вот такими вот словами, типа деревенщины меня обзывают. Да, я не деревенщина, я из города приехала, кстати, побольше, чем находка. Я приехала из города Миллионника. У нас где-то 2 миллиона точно было людей вместе со студентами, с теми, кто приехал работать и так далее. Кто снимал жильё из других городов, поприезжали. Я думаю, что 2 миллиона это достаточно. Сколько в Питере 5 миллионов живёт. А в находке где-то, ну, пусть будет до 200 тысяч человек, 160 тысяч, где-то так вот. Я не думаю, что не самый хреновый город, как Донецк был до войны. Поэтому уже далеко не деревенщина. Она, например, говорит Парихмахерская, Нокти, Япония и так далее. Ещё очень много видела. Вот она говорит «создадут». Есть вообще такое слово «создадут»? Ещё видела «создадут», «создадим победю» у неё там в комментариях люди пишут. Господи, почему нельзя сказать «победить», «получить победу», «одержать победу», «ехать за победой». Я не знаю. Создадут. «Создадут», «создадим». Почему бы не сказать, например, там, да, как насчёт создания своего там, я не знаю, там, форума, ещё чего-то. Зачем говорить «создадут», «создадим»? Я не знаю. Ну, можно же что-то придумать. Какие-то другие слова, которые гораздо приятнее звучат. Не знаю. Такое. Она ещё рассказывала про климат, транспорт и так далее. Кстати, там у неё даже есть на канале хейтеры, хотя у девочки всего 400 подписчиков. Вот, что-то около того. Ну, как-то вообще, мне кажется, вообще не за что хейтить. Она очень милая, классная девчонка. Очень интересно рассказывает. Мне очень понравилось её слушать. Мне очень понравилось, как она рассказывала о климате Владивостока, о тараканах, как она рассказывала, о крысах и так далее. Она рассказывала, что она не понимает, как девушки вообще могут краситься в этом климате, потому что реально, как будто у приморца вырастают жабры летом. Я тоже с этим столкнулась. У меня как бы жабры нет, вот поэтому у меня ничего не вырастает. Но я тоже с этим столкнулась, что летом, даже если с виду на улице пасмурно, можно и обгореть, и напечёт голову так, что мама не горюй. Мне мама говорит, на улице нет солнца, почему ты в кепке? Потому что, когда я снимаю кепку, у меня начинается то ли тепловой, то ли солнечный удар. Это так кажется, что солнца нет. А только, например, малой вышел в кепке, а я без. И меня прям голову трогают, а она горячущая. То есть солнце, оно как-то по-другому здесь работает. Не так, как я привыкла, что чтобы обгореть, оно прям должно ярко светить. Нет, оно прям как-то по-другому здесь работает. И мне прям сильно напекло голову, у меня очень сильно, меня прям разморило. Меня начало клонить в сон дико. У меня был то ли тепловой, то ли солнечный удар, я не знаю. Солнечный удар, наверное, у меня очень горячая была голова, очень. Как будто я прям под прямыми солнечными лучами стояла. С тех пор я поняла, что здесь нужно ходить в кепке. Макияж реально, оно все стекает. Очки постоянно запотевшие. Даже если про маски забыть нафиг, вот, все равно очки постоянно запотевшие. Все лицо мокрое, постоянно испарено какая-то. И вот она тоже очень прикольно показала и климат, и про переезд, и про то, где можно погулять во Владивостоке. И про квартиры, про гостинки, про... Очень у нее много информации по поводу переезда. Видео мало, но она очень интересно рассказывает и реально много рассказывает по делу. Поэтому я бы рекомендовала вам мой канал. Вот так вот. Вот так, помимо этого, кстати, проводила свои дни вот эти вот я молча в кровати переписывалась с роднёй, как я вам уже рассказывала. Горло вот очень болело. Кстати, грамидин мне посоветовала купить мама. А, я рассказывала, да? Да. Вот. И она мне не первый раз его советует. Вот. Я рассказала, как он на меня действует. Из еды, кстати, в это время как могла. Выкручивала, изготовила чебуреки, блины, жареный картофель, лапшу. То есть то, что можно приготовить быстро, ненапряжно, потому что мне было очень плохо. Мне и сегодня очень плохо. И я сейчас с вами разговариваю. На самом деле, в перерывах у меня, вот до того, как я себя записывала в видео, было много приступов сильнейших головокружений. Прям плохо, прям дышать нечем, прям вот так всё плывёт. И у меня очень часто происходят сильнейшие приступы к кашля. Я сегодня просто, мне прям стыдно было. Вот. Мне прям было стыдно. Почему? Потому что, друзья мои, мне было стыдно, что... Как это сказать? Господи, у меня начался такой сильный просто кашель. На такой сильный кашель начался, когда... Я рассказывала уже об этом, когда мы покупали с Тамиром корм. Нет, этот наполнитель в тот момент я сыпала для лотка в этот пакет. У меня был такой сильный кашель, что мне кажется, даже кассы перестали пикать. Сейчас же коронавирус. Мне кажется, даже кассы перестали просто пикать, смотрели на меня все. И кассиры, и в очередях. Там просто кормы, наполнительный развес находятся прям вот недалеко от касс, прям рядышком. Вот как наполнители корма. И вот так раз, заворачиваешь, и сразу идут вот так вот в ряды кассы. На меня смотрели все. Все в магазине. Просто все на меня пялились. И я кашляла непрерывно где-то минуту. Я вся стояла, эту маску просто на лицо вот так натянула уже. В соплях, слюнях, слезах. Я вся мокрая стояла. Мне было стыдно. Да мир туда-сюда вот так ходит. Мне было страшно стыдно. Мне хотелось просто провалиться там. Я понимаю, что у меня ларингит. Но остальные-то этого не понимают. И вот этот взгляд неприязненный на тебя, это так неприятно было. Это так стыдно было. Вот. Это, честно, мне хотелось провалиться. Просто сквозь землю там. Это так. Такие неприятные ощущения, когда на тебя вот так вот пялятся. Когда на тебя вот так вот смотрят в такой ситуации. Вот. И, блин. Ну, так мне, короче, было неловко. И я вот этот... Ты заряжайся давай. У меня тут куча устройств для зарядки. Мне надо зарядить с марта до мира. Мне надо зарядить мой повербанк. Повербанк Володи. Тут заряжается планшет. Сейчас еще телефон до мира заберу. Надо все это поставить на зарядку. Вот я уже опять начинала кашлять. Я просто напилась лекарств. Но я уже через какое-то время, ну, через 15, наверное, опять начну кашлять, как сумасшедшая. Я просто видео на паузу периодически ставлю, когда я закашливаю, чтобы вы этот ужас не слышали, который вот самый ужасный масштабно, когда я кашляю. Под носом все растерто. Вообще кошмар, да? Смарк тоже дикий. В общем, мне было очень стыдно. Я бегом насобирала этот наполнитель, бегом корм этот насыпать. Я еще в промежутках периодически кашляла. Давай быстрее. Туалет на бумагу я побежала, схватила один рулон. И мы побежали бегом на кассу, чтобы просто свалить. Мне на улице легче было. Я пока не находилась в маске, я так сильно не закашливалась. Только вот надела маску, я в больнице закашлялась, но не так сильно. И я в Самбаре очень сильно вот это закашлялась. А когда я находилась на улице и без маски, я не так сильно кашляла. И вот эта ситуация, где пацаны малолетние на поле, недалеко от Самбаре, эти железнодорожные путя, вот эти вот, как с апельсина идти вот в сторону Дальторг-сервиса. Там пацаны жгли. Я сначала подумала, что это жгут мусор. А потом уже подойдя ближе, я увидела, что это пацаны тупо шкодничали. Они тупо просто разводили там пожар. В нескольких местах. Там есть сухие деревья. Там реально мог начаться пожарище прям. И кроме меня почему-то, никого эта ситуация, кроме меня, кроме Дамира, никого эта ситуация никак не взволновала. Никто никак абсолютно не отреагировал на это. И это так странно, почему люди на это никак не реагировали. Мне непонятно. Кроме меня это никому не надо было. Никто не говорил об этом. Все шли просто мимо, молча. И всё. Дамир продолжает делать поделки. У него какие-то там свои задумки, поделки. У него ещё есть несколько вариантов, какие можно провести опыты. Я себе записала в тетрадку. Ну, в ежедневнике я записала себе. Я в ежедневнике записала себе, какие опыты он бы хотел провести. Как он выздоровеет полностью. Я выздоровею. Мы с ним эти опыты обязательно проведём. Всё, ребята, у меня постепенно опять нарастает, начинается кашель. Спокойной вам ночи. Уже поздно очень. Уже 12 часов ночи, 11 минут. Всё. Доброй ночи вам. Хорошей завтра пятницы. Мы во вторник опять к педиатру. И в среду, наверное, Дамир уже будет выходить в школу. Вспомнила, что мне надо сделать. Мне надо переписать новую фамилию педиатра. А то я к ней записываюсь по старой постоянно фамилии. Вот так вот. Кстати, в понедельник я записывалась к педиатру. И мы попали только в среду. Почему? Потому что у неё было всё расписано аж до среды. И мы попали только в среду. К ней мы записались на среду. И для меня лично сейчас принципиально важно попадать именно к ней. Если только она заболеет или уедет в отпуск, я тогда к ней не попаду с малым. А так я только к ней хочу записываться. Потому что она классная очень. И я к другому педиатру не хочу. Она реально проверяет здоровье ребёнка. Она назначает ему какие-то анализы, если того требуется. Она может позвонить по результатам анализов, что-то порекомендовать. Она смотрит на состояние здоровья ребёнка. Она меняет схему лечения. Она все лекарства прописывает. Исходя из возраста ребёнка. Его веса. Его предрасположенности к аллергии на те или иные лекарства. Она меняет схему лечения и так далее, туда-сюда. То есть она реально ведёт ребёнка от его заболевания и до момента, когда он выздоровеет. Она не выписывает просто так больного ребёнка. Эти многие моменты, они очень влияют на то, что я хожу именно к этому педиатру. Всё. Я допиваю своё лекарство уже. Спокойной ночи вам всем. А мы будем пытаться налаживать свой режим. Скоро в школу. В школу Домир уже будет теперь ходить с последней четверти, как взрослый. Теперь у них занятия будут не с 8 утра, а с 8.30. Естественно, дети будут задерживаться позже на занятиях. Нам немножко поменяли время теперь занятий. Всё. Спасибо вам за эти практически полчаса беседы. Ещё раз скажу. Нам надо менять теперь уже режим, потому что мы спали всё это время, пока болели. То на лекарствах, то от болезни. И теперь надо возвращаться в режим. Потихоньку как-то это делать. Вот. Всё. До новых встреч.